Приветствую вас. Для начала очень важно, чтобы вы определили с тем, чего вы хотите. Избавляться от чего-то в себе крайне нежелательная тенденция. Потому что что-то, даже если это что-то неприятное, все равно, по факту, это представляет из себя часть вашей личности. И вы пытаетесь от нее избавиться. То есть избавиться, по факту, от самой себя. Но ничего хорошего в этом нет. В принципе, быть не может. Поэтому избавляться ни от чего не нужно. Даже если вам это болезненно, даже если для вас это как-то неприятно, все равно избавляться от этого не нужно. Потому что это вы, это вы естественные и соответственно что-то из этого является вашим. Конечно, не все, безусловно, не все, безусловно, какие-то вещи вашими не являются, какие-то вещи являются действительно драматичными. Это факт. Но все же, все же, это часть вашей личности в любом случае. И игнорировать вот ее, часть вашей личности не стоит. Следующий момент. Бабы, вы считаете в себе что-то плохим. Вы считаете в себе что-то вредным, негативным и так далее. Тут идет по сути адресатор. Самой себя. Дальше. Следующее. Что я хочу вам сказать. Сама постановка вопроса, что у меня душевных травм, да. Ну не выглядит естественно, потому что это просто слова. Ну и не более того, это просто слова. Понимаете? Нас же, наверное, больше интересует непосредственно переживание. Что стоит это там? Что болит? Допустить, что, например, ваша мама к вам относилась не очень хорошо, мягко говоря. Да, допустить, что ваша мама не видела вас в дочь, не могла видеть вас в дочь. Допустить, что к вам это отношение никакого не имеет. Но вы принимаете за это на свой счет, потому что ваша мама, она вложила в вас, вот, как раз, ну, какие-то чувства, да. Какое-то восприятие себя, вот. И это восприятие, оно является, мягко говоря, не самым позитивным. Да. Ну, очевидно. То есть, тут вот такой момент, на самом деле, на который вам, ну, очень, очень желательно свое внимание обратить. Да. То есть, что это за травма? Не называть, как бы это, может быть, парадоксально не звучало, да, но не называть травмы травмами. Потому что, ну, потому что не совсем это травма. Да, вот именно, именно в практическом значении этого слова. Дальше. Что значит третать бюджеты? Ну, по факту, если вот совсем, прямо уж грубо говорить, то, наверное, наверное, перестать быть шёртвой, значит, перестать считать несправедливым, несправедливым то, что с вами, происходил. Перестать считать несправедливым то, как ваша мама к вам относилась. Перестать считать несправедливым то, что какая вы сейчас, ну, что вы себя сейчас представляете. Вот. Вот. Вот, наверное, это. Представь быть жёртвой, в том числе, значит, брать на себя, кроме, помимо ответственности, это ещё и определённый личный срок. То есть это движение вот в определённую сторону, да, это движение вот именно вверх, вглубь своей личности, скажем так. Выход из состояния жертвы, в том числе, заключается ещё и в том, чтобы не перекладывать ответственность на кого-либо. Вот за то, что, ну, с вами происходит, например, да, то есть сейчас вы, ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, сейчас вы пытаетесь обвинить свою маму, да, в том, что происходит с вами, в том, что, ну, вот с вами происходит, происходило. Вы пытаетесь обвинять свою маму. И, наверное, считаете, ну, наверное, считаете, что если бы не она, то в вашей жизни, ну, всё было бы совсем по-другому, всё было бы иначе, всё было бы не так. Ну, по факту, это единственная такая вот жертвенная позиция. Эта жертвенная позиция восходит к действиям несправедливости. Ну, понятно, что тут и самооценка, понятно, что тут и определенные страхи, вот, и так далее, да, то есть это всё, к сожалению, ну, к сожалению, это всё понятно, к сожалению, всё понятно. Вот, и это является, ну, это является естественными, хоть и весьма неприятными, а, такими, ну, сопутствующими моментами, сопутствующими историями. Вот, вот, того, что вы описываете, к сожалению. Можно ли это исправиться? Да, исправить можно, но только через, ну, только через психотерапию. Вот, то есть, самостоятельно, ну, вы, ну, скорее всего, не сможете ничего сделать, потому что, ну, опять же, если бы вы могли, то вы бы сделали это уже довольно давно. Ну, вот, раз вы этого не сделали, значит, значит, вы, вы не можете. Вот, а если вы не можете, то у вас, ну, скорее всего, и не получится. Вот, я ничего не пытаюсь вам навязывать в данном случае, ну, просто говорю, вот, как, как практика. Как практика, вот, показывает, вот, практика, она показывает, вот, ну, такой момент, вот. И, соответственно, ну, соответственно, вам стоит задуматься о том, чтобы заняться психотерапией, да, заняться собой. Вам стоит задуматься о том, чтобы поработать над теми проблемами, которые вас беспокоят, вот. Если вы хотите, конечно, решить свои, ну, проблемы и трудности, вот. И, тогда ситуация сейчас будет все улучшать. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи! Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. Удачи! Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok